какая погода посмотрите это снег мудрый снег сегодня суббота я как обычно еду работать буду снимать обзор но с такой погоды кстати гораздо приятнее я ее вообще не увижу я буду в торговом центре как обычно надеюсь что завтра будет такая же потому что завтра у меня выходной снежок это конечно супер но ветер надо в шапке потому что ходить так как у меня есть уги меня сейчас спрашивают рубрика мне часто спрашивают где купить уги я в прошлом году в каком как называется магазин стритбите как раз таки здесь мы сейчас находимся и вот пожалуйста стенд с супами это стритбит это их коллекция типа угов обманщики нашла свой спрей редким в рифгоф почти мне посоветовали в комментариях сюда зайти его посмотреть вот спасибо вам большое приехала за образцами я видеться не дома работала поэтому так выгляжу я всегда все забываю снимать поэтому я уже забрала все образцы с производства я удивляю насколько красиво получилось надеюсь что скоро смогу вам показать не люблю показывать заранее пока все не готово можно пока что подглянуть немножко я сейчас вышла с производства на улице снег выпал какое-то настроение даже предновогоднее что ли хотя на улице я не в самом красивом месте нахожусь какое-то в общем приятное чувство мы приехали в ленту и у нас тут понимает christmas smooth мы заранее купили упаковку потому что в конце уже в декабре и не будет продаваться нормальный во первых во вторых она будет продаваться за бешеные деньги мы купили за 50 рублей одну и это вообще моя радость моя гордость чай я обожаю чай вот такие вот ассортишки это по я с детства это люблю это пошли что мне подарок сделать да 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 и мы будем пить его потом самые невкусные останутся напоследок ну и мерси прошлом году я прям не могла закончить его есть постоянно ходила покупала так ну что распаковку которую мы все с вами заслуживаем стакан 100 рублей даже меньше 100 рублей а паша такие стаканы обожает потому что из них можно пить кофе горячительные напитки воду да это очень красивые йогурты пашка что они вкусные не знаю где он их пробовал гранат захотелось ладно вот что мне захотелось не то чтобы захотелось это было просто необходимой покупки в этот момент невозможно объяснить но так мы купили одну тарелку это такая тарелка как продается в h&m home мы хотели купить там набор вот мы решили купить одну пока что чтобы попробовать как она будет висеть в посудомойке и в микроволновке хотя сделана она в польше даже не в китае представляете это вообще с чем-то помидорки немножко сачков паша у нас почему-то пьет соки сосисочки это люкс жизнь поэтому всегда вообще едим пирог с ягодами сто восемьдесят девять рублей а это мама попросила купить рис у них нет лента поэтому скоро к ним поедем и отвезем интересный обзор еще бокальчик просто это удивительно что они стоят 100 рублей ну за сколько мы их видели раньше рублей за 500 это просто какая-то находка лента добрый кола а это что это паша решил мне подарок сделать я так хочу уже сезон дичи мы купили консервированные ну я думаю что не такие конечно как свежий вкус поделать оливыч это фруктовый десерт это я уже показывал фруктовый десерт с яблоком и клубникой и самая важная покупка это чеснок лимпт эдишен сегодня мы уже в обе мы уже взяли тюль самую обыкновенную надо будет посмотреть на хоть выглядит у нас дома теперь выбираем краску потому что будем одну из комнат а может две красить в белый цвет оказывается краска не дешевое удовольствие дело пошло гламурный ужин мы приехали в нашу будущую квартиру это мой будущий шкаф вешоке уже принесла какие-то даже уже сумки стоит наша будущая кровать это наш будущий стол и стулья это ковер уже и телевизор телевизор даже подставку уже есть вот и столик можно перележать к ковер султан такой он маленький в этой квартире ну может он не здесь будет лежать со скорее всего вот такая мини экскурсия все остальное смотрите дальше позже потому что завтра мы уезжаем в отпуск сейчас я иду на прогулку вот с этой женщиной моей любимой собачьей и потом у нас просто как бы невероятное количество дел я вообще не понимаю как это сделать прогулка с водой уже закончилась я выгляжу примерно так еду на производство нужно о господи как снималась это просто профессионализм называется сейчас жду такси еду на производство ваша уже там нам пришло очень много тканей в последний день перед отъездом я просто мечтала о том чтобы она дошла иначе мы просто бы не успели все отшить это чревато последствиями у меня никогда столько не было ткани это очень много просто огромное количество конечно же я на последний день перед отъездом решила оставить поход в магазин чтобы найти себе легенса не зашла здесь примерить вот такие вот я приметил их еще давненько на сайте еще взяла джинсы вот мне очень нужны именно молочные потому что у меня вся верх надежда не белая а вот именно в молочном оттенке и белые вот но никак сюда не подходили и вот так вот у меня здесь идеально поместилась сумочка представляется радости мелкие радости я честно говоря уже просто никакая завести а еще надо домом убрать потому что у нас переезд и нужно чтобы сфотографировали нашу квартиру старую пока нас не будет если нужно будет сделать один вечер и собрать чемодан я только что забирала посылку в боксбере 20 минут стояла в очереди как будто бы всем завтра срочно тоже нужно уезжать и все стояли за посылкой так ну что пришло время собирать чемодан все хотим купить себе новый побольше потому что мы обычно ездим с пашей и вещей достаточно много либо хотя бы еще один такой же потому что чаще всего у нас билеты на два чемодана чемодан у нас всего один поэтому мы едем с одним и упаковываем все вот так сверху садимся так чего начать я уже так устала что я даже мне кажется не соображаю включила для вас божественный свет потому что на улице уже темно кунда что я забрала сегодня это вот такой вот классный комбинезон полностью обтягивающий черный комбез я честно говоря не знаю как он у меня сядет я очень уверена что это будет по крайней мере не как телепузик если я написала предварительно список поэтому сейчас начну с одежды быстренько покажу ее потом покажу все остальное что я возьму с собой в отпуск в горы обязательно я возьму с собой вот этот белый костюм который стоит из свитера с горлышком там думаю что будет холодно его можно будет носить как раз таки вот этими брюками которые в комплекте либо можно будет носить с леггинсами потому что он достаточно длинный и будет прикрывать одно место я на примеряла в магазине и в итоге из всего того что я примерила я взяла вот эти леггинсы давно хотела себе светлые леггинсы причем не белые а именно молочные очень долго я сомневалась но похоже что я буду в них ходить весь отпуск потому что это удобно причем это еще можно будет использовать как поддевалку под джинсы и брюки есть в одном как всегда с недавнего времени у многих возникает вопрос перед планированием путешествия где же искать и бронировать проживание если пристановили свою работу очень многие международные сервисы бронирования а российские карты больше не принимают к оплате за рубежом теперь я знаю и могу вам рассказать что этот вопрос полностью решает приложение ванту трип и в дополнение ко всему еще дает очень много классных скидок приложение ванту трип все работает и все есть огромная база российских и зарубежных отелей и апартаментов которые по-прежнему можно оплачивать картами любых российских банков скидки до 37 процентов на бронирование отелей течение пяти дней после покупки авиа или же дай билетов в том же приложении с ванту трип еще можно возвращать до 15 процентов за любое бронирование сейчас расскажу как просто в приложении нужно выпустить их travel карту с большим кэшбэком и просто расплачиваться ей этот кэшбэк можно тратить на следующие заказы выпустить карту можно за одну минуту прямо в приложении с помощью своего номера телефона это удобно доступно выгодно это что нужно прямо сейчас все подробности и ссылку на приложение ванту трип я оставлю в описании что я еще хочу с собой взять у меня есть такой костюм еще один важный костюм стоящий из свитера смотришь на этот свитер и думаешь зимний свитер и к нему в комплекте как бы это не было неожиданно шорты вязаные насколько это не практичный костюм как вы думаете мне кажется что он будет супер именно в отеле то есть там же тепло но при этом такая вот снежная эстетика зимняя эстетика будет поддерживаться буду в нем в номере возможно каких-то вот общественных местах в отеле общественными словами ну типа спуститься в ресторан спуститься на завтрак там сходить на какую-то процедуру надеюсь что там будет спа потому что мы едем как раз таки на два дня в один из отелей в котором примерно такая вот направленность отдых спа массажей все такое вот поэтому эта вещичка мне пригодится как раз вот но дома мне уютненько ходить вот примерно для этого также я хочу взять с собой джинсы пока я еще думаю какие бы вот эти вот широкие пасека прямо моя него вот эти девайс интересно сколько будет продуктивно моё использование всех вещей которые я собираюсь с собой взять потому что каждый раз я беру с собой чуть больше чем мне необходимо понятно потому что я могу хоть каждый не в одном и том же ходить но мне же хочется сделать там красивые фотографии чувствую себя классный каждый день под разный под разное настроение под разные события из верхней одежды я хочу взять пуховик который был уже наверное видели пуховик от бренда чайка он будет классные с летницами и с брюками с костюмом вот с этим с джинсами если что он такой достаточно легкий потому что я думаю что там не сильный мороз по крайней мере как я это представляю вот до минус 10 у меня точно спасет еще хочу взять эту шубу правда она такая плотная она вообще никак не сжимается она явно не залезет в мой чемодан и либо если она залезет туда то ничего другого не поместится в общем абсолютно два разных по настроению верха это такой более элегантный даже в джинсах и в этой шубе я чувствую себя такой знаете роковой уверенной в себе женщиной девушкой в общем такой более изысканной и все всегда на меня смотрят когда я в этой шубе потому что наверное думают что я в натуральной еще как вариант у меня есть моя любимая куртка the north face которую мы отхватили в прошлом году урвала я пока не знаю слишком много верхов которые у меня абсолютно не поместится никуда но хочется кого-то разнообразие потому что именно за счет верха будет разнообразие образов короче слишком я запарилась на счет мне кажется что должна больше отдохнуть чем думать про образы и чем думать про образы сейчас поэтому скорее всего я не буду брать эту куртку иначе я всю свою верхнюю одежду переношу прямо в этот отпуск по поводу головных уборов есть у меня есть вот такой набор ушки мои любимые от уг шапка голубая шапка белая они похожи очень еще у меня есть такая шапка ушанка она подходит тоже под всю мою верхнюю одежду которые я собираюсь взять и под шубу и под пуховик скорее всего в последний момент я запихаю все эти шапки просто в чемодан уже в закрытый просто подумаю ну блин а вдруг она мне пригодится вдруг она мне нужно а и конечно же мне будет ничего не нужно только что-то одно я возьму с собой термобелье есть от юникло прошлогодняя вот такая вот тоненькая кофточка ее можно будет на всякий случай использовать в качестве просто лонгслива на эти прикольно смотрится по-моему и не хочешь из подается на ламода так что если вы их потеряли то посмотрите там к шапкам я возьму вот такой шарф он у меня один у меня других шарфов вообще нет я бы вот и он тоже подходит как раз видите вот под все что у меня есть и еще я думаю насчет этого мини-свитера это на тот случай если вдруг мы куда-то соберемся в какой-нибудь ресторан или какое-нибудь другое заведение более изысканного направления а у меня одни свиторучки и такая у меня есть свиторочек более элегантный дела с собой свиторочки на любой случай жизни еще я возьму с собой просто белый лонгслив и вот еще кепка скорее всего я не поеду в аэропорт потому что завтра с утра в 7 утра я не собираюсь ничего делать своими волосами я буду спать до последнего надену кепку надену шубу и пойду и мне все равно и сумок ничего элегантного я с собой брать не буду потому что зачем поэтому я беру с собой только этот шоппер меховой шоппер мой любимый зимний я с ним уже таскаюсь не знаю вот как только мне его отдали с производства да это вот шоппер который мы сделали который я мечтала отшить с осени сначала осень я придумала что мы будем шить меховые шопперы вот и очень там была целая эпопея раз таки мы сегодня получили ткань надеюсь что в ближайшее время они уже будут готовы там будет даже три цвета в общем незаменимая вещь зимой нижнее белье как всегда я положу в такой мешочек сюда же я еще положу купальник потому что там будет открытый бассейн теплый сейчас еще покажу обувь я возьму с собой угги вот они мои малыши которые с прошлого года у меня их будет очень удобно ехать в аэропорт и на самолете лететь очень удобно как в тапочках зиме заказала себе вот этих вот красавца это аж и это то о чем я мечтала на эту зиму что-то среднее между угами а между дутиками и еще на высокой платформе и они светлые такие красивые главное чтобы я их не испачкала посмотрите они просто великолепны и что самое главное они идеально подойдут под любой мой образ который я с собой сейчас как раз таки собрала у меня там вообще все какое-то молочное бежевое получилось я люблю зимой ходить светлым возьму эту большую косметичку в которую как раз положу все свои средства уходовые тоже вы думали что мы сделаем один шоппер нет я говорила что я сделаю косметички я или сделала тоже такие меховые они просто милашки шили шоппер и сумку и и заодно решили из этой же ткани сшить и косметички мне кажется получилось здорово и возьму свой самый минимальный набор декоративной косметики надо еще маленькие косметички сделать потому что это никуда не пойдет я купила с 3 свой любимый спрей редкин для волос я не могу без него поехать иначе у меня там где-нибудь волосы отвалятся увлажняющая сыворотка addon touch my skin более плотный крем я тоже возьму отдальба вдруг там сильно-сильно холодно я заморожусь в лицо дезодорант мой любимый я возьму шампунь darling тоже недавно абсолютно его купила золотом яблоке довольно приятно пахнет я не знаю мне кажется моим волосам он не сильно подходит в общем такие странные смутные ощущения вроде как все хорошо но как будто бы я ожидала большего так и мой кондиционер отдали нас это самая крутая линейка у да именно свой черная она мне потом еще будет шампунь от них купить конечно все с каждым разом я злюсь на себя что я не покупаю вот эти вот маленькие дорожные тюбики чтобы все перелить и с собой взять каждый раз я таскаю с собой просто огромный размер и естественно я возьму с собой крабик для волос я использую вместо резинки обычно я возьму свой стандартный набор украшений положу их такой мешочек как и летом я делала мой любимый каф так два моих кольца лаки момент на две разные руки как раз таки буду надевать и вот такие сережки обязательно зарядку и что самое важное обязательно с собой возьму дайса потому что я боюсь что без него мои волосы от просто тоже отвалится в отеле там бывает фен точнее чаще всего в отелях есть фен но игра не знаешь какой фильм будет в отеле к и волосы после него у тебя будет поэтому лучше взять проверенное и свое любимое и расческу который я буду укладывать волосы просто продувать и складывается скорее всего я поеду в угол потому что пою что вот в этих будет очень-очень тепло у меня дилема потому что не занимают много места чемодане почти что половину они новые поэтому я могу их просто положить запашу решила что он возьмет с собой вот эту вот курточку потому что ну чего скрывать я ее хочу поносить так ну что я собрала уже три часа ночь поэтому я надеюсь что мы лучше увидимся с вами завтра рассвет сегодня подсвет чемодана нашего можете теперь называть меня алекс водки через завета алекс мы в аэропортике мы сегодня спали 4 часа мы легли где-то в 4 до следствием 800 легкая арифметика мы только что с этого самолета приехали вот сюда на автобусе представляете чисто пол минуты ехали я спасибо как всегда у меня шок здесь плюс 15 наше любимое место мы здесь были летом каким летом 1 сентября пусть не что это было так давно и летом так ну что сегодня 1 сентября 1 декабря уехали там супер зима в питере минус 6 да было в москве минус 15 а здесь плюс 15 плюс 15 глаза просто в шоке потому что все зеленое до сих пор у нас уже конечно же ничего не зеленое как бы здравствуйте чтобы я уже сняла смотрите просто глаз радуется отдыхает до цветочки вон розочки цветут это как вообще возможно здесь в адлере на один день а потом поедем уже горы ближе гора и там должно быть уже чуть-чуть похолодней ну точно такая же вилла только мы на втором этаже даже на лифте поедем да в шубе пуховиках я в углах все приехали тут даже море видно у главана вообще на забор вид у нас будет это мы ну в общем-то у нас такой просто вид на зелень который у нас нет питере уже и на забор все пошли гулять и бассейн на месте жалко что не покупаться да можно покупать конечно но я думаю что не стоит мы бежим посмотреть вот на это стандартный кадр как хорошо как здесь хорошо Я хочу купаться, но я уже покупалась и у меня ничего нет другого, у меня есть еще одни сапоги. Ужин выглядит вот так, мы сегодня в грузинском месте, грузинский астрон Мино. Заказали салат с хурмой, я не представляла, что он будет такого огромного размера, и здесь очень вкусные хинка. Здесь висит настоящая хурма, мы с Пашей поспорили, настоящая она или нет. Все-таки я выиграла, настоящая. Так уютненько здесь, сночечки, тыковки, апельсин бомба. Завтрак. Красиво здесь сегодня, такой цвет красивой воды, лазурный. Встречаемся уже в новом лифте, мы уже в другом отеле. Вау, красиво. Надеюсь, что у нас сюда будет выходить окно, а то сейчас раз и окно не туда выходит. куда привел. Хорошо. Спасибо. Так, здесь у нас зона отдыха какая-то. что? Кладем сразу сюда шубец. Смотрим дальше. Это зона отдыха, здесь есть чаёчек, всё в этом духе. Диванчик, два креслица розового цвета. Телевизор. Телевизор, кстати. Подожди-ка, только на диване смотреть? Я такое не люблю. Я люблю... А, или он... Он крутится, Паша! Двигай. Я так и знала, что когда-нибудь встречусь с такой технологией. Мы вчера на домашнем досмотрели. Не ври мне! Верни моего мужа! Так, смотрим... Сейчас, я не разулась ещё. Гардероб! У меня дома нету гардеробной. А это что? Даже с зеркалом? Мокситан для ботиночек. Так, симпатично. Ну, здесь-то начало не мокрое. Вот внизу бассейн. Смотри. Вот он. Пусть распогодилась. И горы хотя бы видны. Потому что не было того, чтобы... Вот это тоже наш балкончик. Очень прикольный. Алиса. Ты видел уже? Нет, ещё не видел. Алиса, привет. Простите, но мы пока не знакомы. Теперь боковой вид. А здесь такая большая прям гора. Смотри, как красиво, да? Так. О, там столик. Смотри, там столик можно сидеть. И Паша говорит, что теперь самое главное будем смотреть. Самое главное находится у нас в ванной. Помните? Ванная с окном. Кстати, очень красивая. Такая, ну, чистенькая, хорошенькая. Душ. И здесь эта шикарная ванная. С видом на горы. На горы. И здесь хочу отметить Локситам. Мы вышли на прогулку по территории вокруг нашего отеля. Мы остановились вот здесь. Green Hotel. Green Flow. У меня какая-то напасть с губами. Вообще всё потрескалось простудой. Вот поэтому хожу с такой вот красной губой. Вообще здесь очень уютненько. А это всё было построено, когда Олимпиада была? Да, да, да. Вообще всё для спортсменов? Угу. Обалдеть. Ну, для тех, наверное, просто. Я всегда хотела побывать именно на этой высоте, потому что мы были либо совсем наверху, на верхней точке поднимались, на канатной дороге. Либо в Адлере. Это вообще около моря. Либо на Красной Козе. А в серединке не были. Подходим к серфу. Посмотрите, какой он здесь огромный. Я запахалась, потому что здесь всё в горках. И сами мы тоже в горе. Находимся. Не уходимся. Набор чемпионов. Набор чемпионов. Хот-дог и серф, это тем не менее хот-дог с заправки. Паша ухаживает за мной. У меня чай латте с манго. А у Паши такой же, только пряный. Я уже о нём рассказывала ему каждый миллион раз. Кофе я не пью, а чай латте очень-очень вкусненько. Это очень вкусно. С манго очень вкусно. Ну вот пряности просто нет, на самом деле. Просто не пряный. Вот вообще я готова такое пить. Я просто не из тех людей, которые перед прогулкой или подходом на работу покупают себе чашечку чего-то и идут. Нет такой привычки. Поэтому даже когда мы заходим в кофейню, я никогда себе ничего не беру и второй раз просто пробую у Паши и пихаю. Это какое-то ощущение, что такая взрослая девушка, купила себе напиток и иду такая с ним. Мы пришли в такой специализированный магазинчик. Смотрите, какие классные маски. Вот это. Это моя любимая. Порая разница? Да. Я больше. Ну, ну либо белая. Угу. Прям они такие стильные. Доброе утро вам из этой красивой ванной. У нас осталось 30 минут, чтобы выехать из этого номера. Он, к сожалению, был свободен всего лишь на один день. Поэтому нам пришлось взять его, получается, на один день, а на второй сбронировать другой. Номер чуть-чуть попроще. Ну, я бы осталась бы здесь. Это просто супер, классный, комфортный номер. Красивый. И вообще, все, что надо было, по-моему, было. Жалко, что приходится переезжать с него. Так, что-то я хочу накраситься. Жалко, что вам не видно всю красоту прямо сейчас. Но надеюсь, что видели ее в предыдущих кадрах. Я только что спала после завтрака. Наверное, полтора часа я еле проснулась. Если бы мне не надо было краситься, умываться, то я бы, наверное, спала в 12. И уже потом поехала. И в самый последний день мы еще в один отель поедем. Но у меня ума уже были. Поэтому я, в целом, все про него знаю. Поэтому сегодня эпогией наших красивых отелей. Вообще мне нравится каждый раз. Для одной поездки, даже там для 4-5 ночей, выбирать абсолютно разные места, разные отели. Это наш стиль. Потому что мы хотим устроить путешествие внутри путешествия. Сначала море, потом горы, потом бассейн открытый. Мы пойдем в горы. Вот она моя долгожданная зима, которую я ждала на Красной Поляне. Только ее там нет. И только на самой-самой вершине вот такой вот красивый снежок. Представляете? Надо как-нибудь так же повторить, только когда вы стоите утром на работе. Только что здесь было видно горы. А это все в тумане. Зато смотрите, какой красивый снег. И Паша. Маши. Те ребята только что попросили Лизу просто снять их на видео, а парень сделал предложение. Такой первый раз, мне кажется, даже я. Как будто мне предложение еще раз сделали. Вообще, эмоционально. Сама чуть не расплакалась. Ну, парень, конечно, знал, кого попросить снять. Я вообще фоткалась. Паша мне фотографировал, да? Ну, я, честно говоря, даже не представляла. Ну, пока не упадешь в такую ситуацию, невозможно понять, какие эмоции человек испытывает. В общем, ребята увидят себя во влоге. Надеюсь, что не все будет хорошо. Происходит переезд в другую квартирку. В другой номер. Хочу сразу снять, чтобы потом можно было разбросать вещи. Да. Добро пожаловать. Так, ну гардеробной здесь уже нет, я смотрю. Отсутствует. Отсутствует гардеробная. Ну, вот этот более стандартный номер. Столик, кровать и балкон. Ну и в ванной, скорее всего, там нет никакого окна, наверное, уже не присутствует. Сейчас посмотрим. Типичная такая ванночка. А душ или ванночка? Да. Душ, душ. Такая же, только раза в три меньше. Вот. И без локситанчика, да? Почему? Да. Стоп, подожди. Серьезно? Натура Сибирика просто? Да. Я в прошлом номере была очень рада, что у нас косметика Локситан стоит. Но здесь уже, в этом номере, он попроще. Поэтому здесь косметика Натура Сибирика. Я была уверена, что здесь в любых номерах Локситан. Ну, как там вид? Такой же, только маленький уже балкон, не двойной. И здесь нет Яндекс-колонки. Ой, а что тут со столом произошло такое? Расстройство какое-то. Ну, в целом, кровать хорошая. Шкаф. Я скучаю по тому номеру, жалко его не было на два дня. Теперь смотрим, что здесь. Так, сейчас туман абсолютно, ничего не видно. Я просто босиком. Бассейн. Так, клубничка. Соседи. А наш номер был предыдущий. Вот там с краешку. И там было два балкона. Вот один и вот второй. Здесь в отеле шведский стол на завтрак. Мы обожаем это дело. Поэтому у нас вот такой вот уже пир. Как обычно. Вот я люблю в отеле вязать примерно такой вот набор. Омлет. Сосисичка, сырочек, огурчики, помидорчики. И вот здесь еще были сырники с кокосом. Пахнут они просто великолепно. И вот эти вот шарики похожи просто на пирожное картошко. Мы уже выезжаем из этого отеля. И продвигаемся дальше. Я, честно говоря, в своих мечтах думала, что вот это все будет в снегу. Потому что в прошлый раз, когда мы приезжали в конце ноября, все было уже снежное примерно на этой высоте. И думала, что буду купаться в бассейне. Здесь так будет все в снежку. Деревицы будут в инии. Но не повезло. Сначала расстроилась, а потом подумала, и так все хорошо. Тем более мы съездили в горы, и мне там хватило снега полностью. Вот так. Так, наша машинка на ближайший день. У нее багажник спереди. Кстати, пока что Паша там занимается машиной, скажу, что отель мне очень понравился. Даже по сравнению с Арфой, в которой мы были еще летом, и в которой мы были вот первый день, мне больше понравилось здесь. Здесь как-то более цивильно, что ли. Арфа все-таки для летнего отдыха, и плюс в Арфе немножко устарелый дизайн всего. Конечно же, мне понравился больше люкс, чем стандартный номер. Конечно же, это же люкс. Поэтому, если вы не хотите экономить на своем отдыхе, и у вас есть такая возможность, то в целом я бы советовала лучше брать люкс. Там все было гораздо приятней, начиная с косметики, заканчивая тем, что есть Алиса. В общем, просто комфортнее. Но я даже рада, что у нас была возможность сравнить все номера, чтобы потом мы уже точно знали, что если мы хотим отдохнуть в этом отеле, то лучше приехать не пожалея денег и приехать в люкс. Хочу за первый раз приехать сюда, когда будет снег. Но желательно, чтобы это не был сезон горнолыжки, потому что здесь будет просто огромное количество людей. Все вот эти вот домики, они пока что не работают. Там почти никого нет. И как только начнется горнолыжный сезон, они заполнятся лыжниками, ноубордистами. И здесь будет просто толпа людей. Я на это надеюсь, потому что сейчас здесь такой немножко вымерший город, как будто ты живешь в декорациях какого-то фильма. Но все равно здесь очень классно, очень приятно здесь находиться. И я давно хотела попасть именно вот в эту часть розы хутор. Так, ну давай. Но я не замечаю разницы. Паша сказала, что она как-то суперзаботится. Но для меня все одинаковое. Но она такая красивая. Какая прелесть. Вау, вау, роскошь. Надо вот так вот ноготочки снимать новые. А у меня новый воликюрчик. Вот так делать бумеранги. Ну какая же красивая машина. Давай, давай. Вообще конфета. Красота. Мы всегда хотели покататься на Porsche. Вот именно на таком. Просто, если что, недавно мы еще снимали Volkswagen Polo, чтобы в отпуске ездить на машине. А тут такая машина, посмотрите, это просто. Она такая классная. Давай, что ты хотела показать? Вау. У нее, кстати, красный салон такой бордовый. Роскошная, роскошная. Я до Паши не увлекалась машинами. На них вообще никакого внимания не обращала. Не знала даже марок. Я не любила собак. Ну как, просто тоже не обращала у них внимания. С появлением Паши, пожалуйста, все машины. Я все знаю. Мне уже даже нравятся какие-то. Я сохраняю себе красивые машины. Обожаю собак. Ни одну не могу пропустить мимо. Все время. Моя собачка любимая. Здесь супер маленькие багажнички. Один сзади, и другой там, где капот. Паша говорит, что чемодан еле-еле вот сюда поместился. Прям впритык. Первый раз вижу в горах радугу. Вот. Вы же ее тоже видите. Вот так переменчива здесь погодка. Ты можешь только что видеть все горы. Шикарно, красиво. А потом все затянет туманом, и ничего не увидишь. Вот так мы поднялись на самую высокую точку. И там тоже была одна, наверное, минута, когда было все видно. А потом через минуту все затянуло. И, наверное, минут 15-20 мы не видели никакой красоты. Довольный ребенок. Да, Паша самый довольный, что мы на машинке катаемся. Я решила посидеть немножко после душа с поясом от халата. Могу сказать, что получилось так немножко. Больше, чем я планировала. Поэтому прическа на выпускной. А мы уже вернулись с нашего отпуска. Такое ощущение, что его абсолютно не было. Я бы не против была съездить снова хоть куда-нибудь. Во-первых, здесь холоднее. Во-вторых, здесь падает снег, его никто не убирает. Хоть я и люблю в целом снег, но на дорогах сейчас просто каша. Как всегда. И сейчас я сижу на фоне коробок, которые мы собираем уже несколько дней. Потому что мы собираем вещи, и уже завтра переезжаем в другую квартиру. Поэтому в ближайшее время ждите уже влоги с новой квартиры, с переездом. И, кстати, хотела сказать поводу вещей, которые я собирала в отпуск. Не все мне пригодилось. Оказывается, что там было не так холодно, как я себе представляла. Хотя мы смотрели, конечно же, прогноз погоды. Там такая местность, что буквально с разницей в полчаса погода абсолютно разная. Если в Сочи плюс 15, то на Красной Поляне примерно 0, плюс 5. В горах минус. Можно хоть в футболке, хоть в шубе ходить. Вот. Поэтому мне не пригодилось термобелье вообще. Ну, в горах, когда мы поднимались, там мы были примерно час-полтора. И я в целом замерзнуть не особо успела. Но при этом зимняя обувь мне пригодилась. Потому что мне в ней не было жарко ни в Сочи, ни на Красной Поляне. И тем более я не замерзла в горах. Также мне не пригодилась шапка-ушанка. Потому что, опять же, было не холодно. И я ходила практически всегда просто в своих ушках в этих. И только мне не пригодился абсолютно свитер для ресторана. Потому что не было никаких ресторанов. А там, где и были, то можно было просто быть в таком уютном образе. В общем, вы меня поняли. Короче, можно было бы убрать еще процентов 10 вещей или даже 15. И я в целом бы себя чувствовала отлично. Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите мне комментарии. Я их просто обожаю. А вам это ничего не стоит. А мне очень приятно. Хорошего дня.